Привет всем. Знаю, тема не новая. Тема проживана и перетравлена сотни раз, но, уверяю вас, многие тут найдут более или менее нужную информацию. Для многих автовладельцев стоит такой вопрос. Где найти таблицу с нормами давления в шинах? Найти универсальную таблицу давления шин для разных марок автомобилей в интернете или где-нибудь сложно, но найти таблицу давления шин именно для вашего автомобиля можно легко. Рекомендованное давление в шинах для вашего автомобиля указано в инструкции по эксплуатации. А также тублируется на табличке, на стойке водительской двери или на крышке лючка-бензобака. Тут все понятно, если у нас обыкновенная легкаушка. Но что делать, если у нас спецмашина для перевозки грузов? В таком случае только нормальное давление в шинах нас не спасет. Тут уже нужно ориентироваться по индексу нагрузки шин и, соответственно, подобрать колесо. С помощью этой таблицы мы должны уже толковаться. Чем больше груз таскает наша машина, тем больше должен индекс нагрузки шин, которую мы должны приобрести. Также немаловажно вам знать об влиянии температуры воздуха на давление в накачанном колесе. Сама формула расчета давления в шинах в зависимости от температуры воздуха выглядит следующим образом. В общем случае, если считать очень грубо и приблизительно, то можно сказать, что при давлении более 2 бар изменение температуры на каждые 8-10 градусов Цельсия приводит к изменению давления в шинах примерно на 0,1 бар. Сегодня контролировать давление в шинах не очень трудно. В многих современных автомобилях на приборной панели есть специальная лампочка, которая сообщает нам, когда давление низкое в шине и срочно нужно обслуживать покрышку. Ну а если на вашем автомобиле нет такой индикатор, китайцы могут вас выручить. На Алиэкспрессе всегда можно подобрать контролер давления в шинах и не очень дорого. Ссылка на такие продукты будет внизу в описании этого видео. Ну и в конце хочу с вами попрощаться и просто подписаться на канал, нажать на колокольчик. Спасибо всем за внимание.